Девушки отдыхают 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 А началось Девушки отдыхают 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 Классика Девушки отдыхают 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 У нас же Девушки отдыхают 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 Мы хотим Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают По закону Девушки отдыхают Постараемся Ольгу Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И здесь Тем более И здесь И здесь Андрюшia И здесь Я верю Свобода И здесь И здесь И здесь И здесь И здесь Он нашел И здесь 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 И здесь, и здесь И здесь, и здесь И здесь И здесь, и здесь И здесь, и здесь И здесь, и здесь, и здесь И здесь и пой車, и здесь Yeah. То есть, это чисто коммерческий вопрос? Конечно, ничего личного. Тем более, что в Лидочке нет и половины вашего обаяния. Ну, а как же чувства? Вас не интересует, что чувствует ваш сын? Заедите-ка, не беспокойтесь. Вы не первая, кому он наручит голову. Но… Нет, я не сомневаюсь в том, что вы были бы хорошей женой. Ну, Эдик, я знаю лучшего. Парень неплохой. Но с вашей стороны, это была бы напрасная жертва. Даже здесь можно найти партию получше. Кстати, я на днях уезжаю на Биеннале, в Венецию. Знаете, там по ночам удивительно романтично. Хотите поехать со мной? А знаете что? А идите вы куда подальше вместе со своим семейством. Спасибо за обед. Сашка. Да ничего, Саш. Найдёшь себе другую работу. Ты хороший адвокат, а хорошие адвокаты на дороге не валяются. Саш. Дело не в этом, Марин. Такие, как Политай, в творящих хотят. Всё продаётся. Кому сейчас нужна справедливость? Нет. Неправда. Мы же с тобой не продаёмся. Угу. А у меня тоже новость. Я беременна. Не вовремя, да? Да ты что? Маришка, правда что ли? Да. А кто будет, мальчик или девочка? Не знаю. А, Маришка, как я рад. Очень рад. Очень рад. Очень, очень, очень. Пожалуйста, ваш заказ. Ну, иди ко мне. Какая ты классная киска. Да я сама от тебя просто балдею. Ваш столик готов? Ага. Пойдём? Показывай. Ммм, сладкая попка. Чё, встало место, что ли, не? Ну, извини. Так, проблемы? Ммм, пупсяк, всё хорошо. Овца какая-то. Хочу шампанского. Будет шампанское. А карасики? Карасики тоже буду. Ммм, хочу, хочу. Я на минутку. Ну, чё, сколько там? Сегодня вообще нереально. Три тысячи почти. Да ну, круто! Молодец, супер. Шухер, вон он. Случилось что? Бабки свистнули. Ура! Ну, убей, мазилу. Да на день. О! Мамуля. Ага. Вот и наша красавица. Ма. Привет. Давай. Привет. Солнце моё. У нас гости. Гости. Тихо, потом. Гости. Ау! Добрый день. Добрый день. Добрый. А я совсем забыла. А мне к соседке надо. Оль, ты тут сама давай? Ага. Да. И что вы тут делаете? Ну, вот. Знаете, я после нашей встречи все время был в разъездах по работе. Но все время думал. Думал я о тебе. Да неужели? Да. Спасибо. Если бы ты знала, как мне хотелось позвонить, чтобы извиниться. И что мешало? Выходи за меня замуж. Нет, я понимаю, что я староват для тебя, но поверь, я сделаю все, чтобы соответствовать. Угу. И как же вам такое в голову могло прийти? Ну, считай, что это любовь с первого взгляда. Ммм. А Эдик? Эдик? У Эдика своя жизнь. А потом я уверен, что ты его не любила. То есть вас я... Меня ты полюбишь. Я все для этого сделаю. Я тебе обещаю. Да. А вы сумасшедшие. Ты сейчас ничего не отвечай. Подумай. Дня два. Ладно? До свидания. Привет. Привет. Я оставлю вас. Спасибо. Увидимся. Это что, кент твой? Ты что, этот? Да я тебя умоляю, брось. Ладно, думаешь, я не видела, как он тебе эту спинку мял? Да, просто спинку потер и все, ну, крема полосит. Я же не против. Слушай, еще пару таких сладеньких хомячков, и мы с тобой кафешку откроем. Что ты неспокойный мне? Какая-то тревога все время на душе. Да ладно, расслабься, пошли выпьем. Что? Ну, что ты? Не знаю, все время кажется, что случится что-нибудь. Ничего не случится. Случится то, что мы откроем кафешку. Случится. Представь, какое будет название. Ну, представь. Да я прям вижу. Здравствуй, Бима, здравствуй, Бом. Вадим, а почему их так много? Привыкай, Оленька. Неизбежное зло. А мне нравится. Радуй. Хочешь с ними поговорить? Ну, можно попробовать. Ну, давай, выйдем. С дослойного Садарского. Я хорошо выгляжу? Ты прекрасна. Пусть выгляжу. Ольга, Ольга, улыбочку. Да, улыбочку. Господа, по одному вопросу от каждого издания. Пару вопросов. Андрика Бомжерна в монолог. Говорят, это была одна из самых блестящих свадеб года в Париже. Скажите, во сколько она вам обошлась? Ох, не скажу. Госпожа Садальская, скажите, а вы правда бывшая модель? Ну да. У вас правда любовь с первого взгляда? Да. Скажите, а что вам больше всего запомнилось в вашем свадебном путешествии? Мне? Вам. Наверное, ужин с Мадонной. Господин Садальский, а как к этому браку относится ваш сын? Я думаю, довольна, господа. Вадим Евгеньевич, еще пару вопросов. Будьте любезны. Кто же это такая золушка 21 века? Госпожа Садальская выросла в спадном. Что называется в простой семье? Отец работал на заводе, мать... Садальская выросла в спадном. Отец работал на заводе, мать Firin Кузнецов. Кто же это? Как Стас христ touch. Раз ты ее так любишь, зачем же тогда со мной живешь? Юль, что ты хочешь от меня? Я хочу знать, что у нас с тобой будет дальше. Что дальше? Вань, я хочу обычного женского счастья, семью, твоих детей. Ты думаешь, что ты говоришь? Забыла, кто ты? Мне не нужна жена, проститутка. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Здрасте. Здорово. Здорово. Маша? Маша, ты дома? Уехала Маша. В смысле? Тебе от нее записка. Прости меня, Тань, но я действительно влюбилась. Мы с Аркашей решили жить вместе, а на жизнь, как ты понимаешь, нужны деньги. В общем, прощай, а не поминай меня лихом. Все-таки это бабки мои, идея моя и вообще… Ну что? Денег у меня нет. Это я знаю. А за хату платить как будешь? Мне нечем. Ну как нечем? Ну как нечем? Ну как нечем? Ну как это нечем? Пусти! Ну ладно, брось. Ты в милицию что ли лучше? Ну думай сама, думай, а? Ну, поцелуй. Отпусти меня. Ну, разлась. Приветствую. А, добрый вечер, добрый вечер. Вадим Евгеньевич, посол с супругой вас ожидают. Угу, пойдем. Добрый вечер. Бонсуа. Бонсуа. Восхитительно выглядите. Впрочем, как и вы, мон шери. Месье Седальски, мои комплименты. Вотер фама трэй пьян. Комплимент. Очень очаровательна. Да-да, я знаю, месье Жавдон. Моя лучшая инвестиция. Прошу вас. Мерси. Заходите, будьте как дома. Мерси. Инвестиция. А что? А ничего. О-о-о, Дмитрий Иванович. Владимир Евгеньевич. Да-да-да. Очень рада вас видеть. А уж как я-то рад, Оленька. Вы, как всегда, чудовищно красивая. Определитесь уже, красавица или чудовище? И, как всегда, остранный язык. Конечно же, красавица. Какой разговор. Спасибо. Вот, позвольте вам представить, мой друг Назаров Иван. Очень приятно. Взаимно. Он пока еще молод, но, как говорится, молодым у нас везде дорога. Наслышан о вас. Надеюсь, с хорошей стороны только. Говорят в основном о вашем новом подряде. Ага. Если не секрет, как вам удалось получить этот подряд? А вы у Дмитрия Ивановича спросите. Он подписывал. Да все очень просто, мой дорогой. Проект фирмы Назарова был самый лучший. Угу. Жена у вас красивая? Да. Да, красивая. Завидую вам. А вы проходите к гостям, там таких, как вы, половина. Да? Ну, хорошо. Будьте как дома, господа, будьте как дома. Спасибо. Спасибо. Тишинкова больше не приглашаем. Вводят с собой, кого попало. Да ладно, расслабься. Ну? Что? Ты по нему скучаешь? Ну? Нет. Нет. Ты у меня самый лучший. И мне кажется, он нашел уже свое счастье. Давай. А вот ты в последнее время что-то очень мрачное. За жену Садальского. Да. Все хорошо? Да, да. Все нормально. Молодец, Садальский. Уважаю. Со вкусом. Стильно. Богато. Англес. Отец Садальский не предлагал войти в его новый проект. Меня вот зовет. А то. Ты что думаешь? Я зря сюда примчался. И что ты скажешь? Ну, надо выслушать, подумать. Не знаю. Прошу прощения, господа. Я тут случайно подслушивал ваш разговор. Злобин. Здорово. Ну, как твой банк? Еще не прогорел? Нет, пока держимся. Да ладно. Злобин, раз ты все слышал. Скажи, у Садальского стоящий проект? Угу. Проект серьезный. Поддержим правительство. В смысле? Что будем? Бюджет пилить? Нет. Бюджетных денег там не будет. Но будет хорошая пресса. Поддержка правительства. Там есть заинтересованные лица. Я знаю. Это не моя тема. Да? Ну, да. Я тоже думаю, что Садальский и без нас найдет финансирование. Так что я пас. Ну, как хотите. В принципе, у меня есть человек, который на следующий же день перекупит у вас акции на пустом месте, заработаете десять процентов. Вот сегодня у тебя есть этот человек, а завтра его нет. Злобин, если так все хорошо, может быть, ты нам денег дашь, а? Да. О! Что веселитесь? Да тут Злобин всех веселит. Он веселый. Не скучаем? Не скучаем. Может, бокал шампанского, не? Что тебе от меня надо? Ну, что надо? А то ты не знаешь, что надо. Тебя надо. Хватит и одного раза. Это тебе за настойчивость. Спасибо, конечно. Мне так понравилось. Еще хочу. А вот это уже жадность. Да. Посмотрим. Ню. Ничего он тебе хотел. Ничего не хотел. Все хорошо? Да. Да. Виктор Петрович, все в порядке. Они согласились. Нет, недолго. Они купят акции, на следующий день перепродадут их вам, и через месяц мы владельцы контрольного пакета проекта Садальского. Готовьте деньги. Привет. Соскучилась, соскучилась. Ну что? Да, опять не приняли заявление в прокуратуре. Но? И что? Меня отправили к начальнику отдела. Он всячески хвалил меня за настойчивость, спросил про образование. Ага. В общем, предложил работу в прокуратуре следователем. А ты? Я согласился. Пускай Полетаев теперь меня боится. Угу. Там, конечно, совсем другие деньги. Деньги не важны. Главное, что мы с тобой вместе, остальное все приложится. Как он там? Буянит. Пока, красавчик. Заезжай еще. Ну что, как успехи? Беспонтовое место. Надо ближе к центру перебираться. Ну давай, дерзай, карьеристка. Ну пока. Пока. Мужчина, сигареты не будет у вас? Обойдешься, шалава. Иуда. Мадам, может кофейку? Можно и кофейку, но я бы предпочла нормальный трах. Полсотни баксов, праздничный тариф. А че так дешево, Танюш? Ни хрена себе, какие люди. Прикид, у тебя мощный. Да ты тоже на миллионера не тянешь. Как был урод, так и остался. Но урод не урод, а на тебя денег точно хватит. Пошел ты. Да подожди ты. Руки убрал? Не ори. Я работу тебе хочу предложить. Да мне и тут неплохо. Ну че ты злишься-то, что с тобой не остался? Нужен ты мне. Ну и нормально. Ну так вот, насчет работы. Могу предложить, скажем, пару тысяч баксов в месяц. Пару тысяч неплохо. Че делать надо? Ну нормальная работа, справишься. Пойдем в кафешечку, присядем, там обсудим все. Ну 50 баксов давай обсудим. Пойдем. Чей дом? Твой? Мой. Нравится? Таня, иди сюда. Таня, иди сюда. Хм-м. Неплохо. Угу. Мне все нравится. Что я должна делать? Для начала в порядок себя привести. Хамло. Что ты меня привез сюда? Пойдем, покажу. Пойдем. Ну, а теперь самое главное. Назаров, это что, камера пыток у тебя? Ну, типа того. Круто. Снимала когда-нибудь? Снимала. На видео. Ты что, порнуху мучишь, что ли, здесь? Ага. Слушай, ну это без вопросов. Только триста баксов сверху. Договорились? Договорились. Это мы что, за тем самым зеркалом, что ли? Ну, да. Прикольно. Поняла теперь? Ага. А нафига все это? Кое-каких мажоров московских за яйца возьму. Воспользуюсь их маленькими слабостями. Шантажировать будешь? Ох, еще как. Ну, а я тебе зачем? Любому дому нужна хозяйка, а я буду клиентов подгонять. Ты и мертвого уговоришь. Я рад. Проходи. Ну что, Назаров, поздравляю. Ты успешно прошел стажировку. Так, обустраивайся. Теперь это твой рабочий кабинет. А это вместо подарка. Угу. Возьми это дело, изучай. Задачу я поставлю тебе позже. Удачи, Саша. Спасибо, Юрий Владимирович. Ого. Да это получишь любого подарка. Сколько лет, сколько зим. Сколько ж мы с тобой не виделись-то. Как дела? А у тебя? У меня отлично все. Могу тебе чем-то помочь. Мне от тебя ничего не надо. Ясно. Чем занимаешься-то? В прокуратуре работаю. Во как. Но, надеюсь, наши дорожки теперь не пересекутся. Надеюсь. Ладно, удачи. А, я вообще. Товарищ майор, мы что, и Мяснякова будем брать? Да, будем, будем. А, собственно, на каком основании? Сейчас Назару придет. Короче, это совместная операция прокуратуры и службы собственной безопасности. Здорово, Назар. Здорово. Объект на месте. Отлично. Так, короче, все готово. Ждем сигнала от нашего человека внутри. Ясно. Готово. ОМОН на месте. Периметр отцеплен. Сереге пошли. Мух не пролит. Мух не пролит. О, спасибо. Красава. Ну, давайте по чуть-чуть. На пол, быстро упал! Что за кури? Это приличное заведение. Вниз смотреть! Руки! Руки! Дайте мне микрофоны, а своих заглушить пока. Господа, прошу всех сохранять спокойствие. Обычная проверка. Добро поряд, чтобы граждан беспокоиться совершенно не о чем. Всем оставаться на своих местах. Приготовьте документы. О, Леха, давай их сюда, 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 давай. На колени, на колени, на колени, на колени, не дергаться, замер! Ну, что ли, вошел? Вот ордер. Замер, я сказал! А что в чемоданчике у нас? Понятия не имею. Не мой чемоданчик. Пальчиков моих там нету. А, твой, значит, лысый. Ну, ты попал, козел. Ты вообще понимаешь, на кого ты рыбаешь тут, а? Знаю, гражданин полковник, знаю. Саша, у них тут кокс кругом. Хорошо отдыхаем, Левашов. Заздоровиться не боимся, а? А я вообще не при делах, гражданин начальник. Леха, давай, сажай их туда на диванчик. Петрович, давай понятых. Так, девчушки, спорта есть. Понятыми будете. Дамы. Давай. Прошу вас. Давай, 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 быстрее. Быстрее. Давай-ка сюда. Уважаемые понятые, попрошу быть внимательными. Этот чемоданчик, вот этого гражданина. Это не мой чемоданчик. Открываем. Вот сволота, а. Как люди живут, да? Опа. А я тебя узнал, Назар. Да? Ты брательник, Ванькин. Да? Для тебя, Левашов, я гражданин начальник. Твой клуб. Да? Впаку их, Лех. Встал, Викху. Достали. Девочки на выход. Давай, на выход. Мордой вниз. Пошел. Молодцы, кулись. Волк смотри. Лицо вниз. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Господин Весняков! Не снимать! Господин Весняков, в чём вас обвинялись? А этих клоунов кто сюда позвал? Господа журналисты, быстро все отсюда! Хорош, Петрович, я их позвал. Возьмец. Саня, а ты не боишься, что нас после всего этого сработали? А потом все вопросы. В какой стати? Такой стати, что Весняков и кабинет Министеров дверь ногой открывают. Петрович, закон один для всех. Ага. Камеру посмотрите, пожалуйста. Удив, скажи. Поехали. Давай. Этих оформляй в отделении. Есть. На каком основании, ну, председатель Памяты. Ответьте. Давай. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий Владимир Николаевич Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Николаевич Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здорово, Вань. Здравствуй. У тебя работы не будет. А чё такое? Голос сел, что ли? Или седой не платит? Да негде больше петь, Вань. Ночью на клуб облаву делали. Брали чиновника на взятки. Ну, и кокаин подсунули. Стандартная история. Так что, я теперь типа безработный. Да уж, чё же делать-то, а? Послушай, у Седова уже несколько клубов. Может, куда-нибудь там метнешься. Там своих певцов хватает, Вань. Ну, от меня чё хочешь? Со мной надо было идти, когда я тебя звал. Ладно, я понял, что зря приехал. Давай, Рудик, давай. Брат твой клуб закрыл. Всё, давай, давай, давай. Чё-то я не понял, седой крысу, что ли, послал? Кто, он, что ли? Да ты чё, хорош. Это ж Рудик. Вот дурака. Да. Это я. Я нашёл его. Где он? Здесь, в Москве. Вы уверены, что это он? Разумеется. Всё сходится. Мне нужны доказательства. Я вам их предоставлю в любое удобное для вас время. Я хочу его увидеть. Конечно. Деньги готовьте. Я вам перезвоню. Кто звонил? Так, один навязчивый клиент. Нет. У тебя проблемы? Нет. Всё отлично. Точно? Да. Ну и прекрасно. А чё, тепло, светло, комары не кусают? Работа интересная. Действительно. Всю жизнь мечтала подглядывать за извращенцами. Ну, всяко лучше, чем на панели торчать. Угу. Согласись? Да уж. Платит хорошо. Спасибо. Это мой презент. За хорошую работу. Она золотая? Ну, обижаешь, мать. Три косаря стоят. С чего такая щедрость? Тебе не нравится? Очень нравится. Ну, бери пока, Давид, чё ты? Подписала уже? Да. Ты мой сладкий. Иди сюда. Вообще, Рябинин не простой мужик. Генеральный прокурор, ты не боишься? Пусть он боится, мне-то чё. Он же всем рассказывает, какой он верный муж, любящий отец. Нафига ему проблемы с малолеткой какой-то? Ну да, ты прав. Всё под контролем, Танюш. Вань. Слушай, чё с Рудиком делать? Он там так и сидит. Пусть завтра в офис приходит. Устрои засранца. Пусть чай нам готовит. Ладно. Сань, привет. О, здорово. А чего это всех твоих свидетелей отпустили? В смысле? Ушли они. Смешно. Назаров! А, Петрович, здорово. Ну что, старичок, огреб я сейчас из-за тебя по полной. Я ж тебя просил, Сашенька, не лезь ты куда не надо. Несусь, куда тебя не просят. Просил я тебя, предупреждал. Ты о чём? Ты чё, издеваешься, что ли? Отпустили всех, ещё и извиниться заставили. И Седова, что ли? И Седова тоже, в первую очередь. Чё, правда, что ли, Петрович? Не уйди ты. Ну, ясно всё. Схема старая, добрая. Да. Юрий Владимирович. Ты заходи, конечно. Но дверь закрой, а то у меня подозреваемого сдует. Я не понимаю, Юрий Владимирович. Я ещё не успел никого допросить из задержанных. И вдруг мне говорят, что их… Задержанных допросил я. Меня, между прочим, подняли с постели ни свет ни заря. Ещё даже газеты не вышли, вот эти вот. Мужик задержали с поличным. А вы позволите? Благодарю вас. С каким поличным? Ты изъял с места портрет с деньгами. Служащие указали, что его забыл неизвестный клиент. Он не принадлежит ни Мясникову, ни Левашову. Да это смешно. А кокаин? Чей-то кокаин? Как? Мы там камеру установили. Там чётко должно быть видно момент передачи денег. Плохо установили. Не работали твои камеры. Да это бред. Это бред! Бред? Не бред. А задерживать людей у меня нет оснований. Левашову могли бы не отпускать. Это его клуб. А в клубе наркотики. Да что ты говоришь? А это тогда кто? Здрасте. Кто? Ты даже не в курсе. Что ж, познакомься. Господин Никульчин. Владелец клуба, который ты так героически вчера захватил. Приятно познакомиться. Как? Да вот так. Добрый ты парень. Хороший. Хороший. Но глупый. Хотел всех сходу повязать. Послушай, так не бывает. Ну что у тебя с этим седым? Что у тебя зуб на него? Или бабу не поделили? Я могу быть свободен? Да. Можешь. Идемте. Да идите, идите уже. Можешь. Да. Ну? Видал героя? Хороший парень. Пу-у-у. Пу-у-у. Потрясающий. Наша гордость. Старший следователь прокуратуры Назаров Александр. Угу. Вот он у меня в жарке. Вы все очень красиво говорите, но давайте конкретно. Что вы молчите? А вы ничего не забыли? Вот, возьмите. Это ваш сын. Как я могу быть уверена, что это он? Вот копия свидетельства о рождении подписанной начальницей вашей колонии. Она лично передала ребенка в один из московских приютов. Вот акт и передача. Правда, пробыл он там недолго. Его быстро усыновили. Вот копия свидетельства об усыновлении. Альберт? Алик. Алик Соколовский. Ну вот. Ты его увидела. Ну а дальше что? Алик. Ты куда? Слышишь? Ты что делаешь? Алик. Привет. Я так быстро играю, что обалдется о игре. Ты Алик? Алик. А ты откуда знаешь? Я знаю. Тетя, а ты кто? Я мама. Другого мальчика. Павлик, ну что ты там копаешь? Пойдем домой. Ты хочешь такую машинку? Я хочу такую, только красную. Алик. Алик, не приставай к тете. Извините, он у меня такой общительный. Да. Ну пошли. Скажи тете, до свидания. До свидания. Здравствуй, Виктор Петрович. Давненько не виделись, Ворон. Да. Давненько не виделись, Ворон. Ну, ну. Спасибо, что приехал. Ну, милости прошу. Спасибо. Показывай, как ты тут устроился. Как доехал, Степа? Тяжело, устал. Отдохнем. Отдохнем, отдохнем. Я все подготовил. Спасибо. Прошу. Угу. Как дела? Чувствую себя как дома. Это у меня гостиная. Ниночка. Принеси-ка нам сока. И, Степан Михайлович, ты что предпочитаешь, сок или бокал вина? Я, пожалуй, выпью стаканчик чайку после дорожки. Ага. Ниночка, ну, тогда и мне чайку. Угу. Виктор Петрович, вам только что Назаров звонил. Опаздывает, да? Да, он извинился и сказал какое-то важное дело. Молодежь. Борзые. Ничего, я с ним проведу воспитательную беседу. А еще он попросил телевизор посмотреть, пока он не приехал. Телевизор? Да, новости столицы. Ну, все. Ему хана. Давай посмотрим, если парень просит, а? Ха-ха-ха. Чай внеси. Угу. 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 Скажи, ты знал об этой сделке? О том-то и дело, что ни сном, ни духом. Я всегда говорил, что этому засранцу не хватает уважения. Угу. Однако, дела он делать умеет. Степан Михайлович, там Назаров приехал. Веди его сюда. Хорошо. Степан Михайлович, надеюсь, вы меня простите за опоздание. Видели, видели. Впечатляет. Благодарю. Ну, вы же понимаете, это только начало. Будут и другие проекты. Степан Михайлович, скоро мы станем не последними людьми в строительном бизнесе. Я вам обещаю. Ты хотел сделать сюрприз, тебе это удалось. Но в будущем никаких сюрпризов. Мы должны знать о всех твоих планах. Ты понял? Конечно, Степан Михайлович. Больше не повториться. Ну и ладушки. На первый раз мы тебя прощаем. Да, Виктор Петрович? Да. А где чаек? Нина! Слушай, не в службу, а в дружбу. Сходи сам, а? Сделай это аккуратно. Не спеши. Так, как надо. Хорошо? Как скажешь. Ну вот. Присаживайся. Ваня, ты бы как-нибудь Степану Михайловичу показал бы кино, которое ты клепаешь у себя на даче? А? Он ведь у нас еще и режиссер. Да. Да! Мама! Не бери в голову. Я прекрасно знаю, чем ты занимаешься на даче. Кстати, не только я. Все мы очень рады твоим успехам. Спасибо, Степан Михайлович. Благодарю. Да. Только вот что. Седой, конечно, толковый человек. Но будущее за тобой. Однако я бы очень не хотел бы, чтобы между вами случилась какая-нибудь свара. Конечно. Конечно. Ни к чему. Ну и замечательно. Знаете, договорились, да? О чем речь? Ну и ладно. А теперь уж и иди. Пока Седой не вернулся. Люди того психанет. И опять начнет пистолетом махать. Он может. Степан Михайлович, благодарю за все. Угу. Давай. Мое почтение, Виктор Петрович. Засранец! Кому! Мне уж заварили. Вань, ну что? Вань, ну что? Что случилось, тувань? Вань! Ты нас сдал ты дома. Что случилось, я не пойму, Вань! Ты нас сдал ты дома! Кого сдал? Вань! Хорош! Вань! Вань! Говори! Вань! Вань! Ты нас сдал ты дома! Говори! Вань, Вань, все, все, успокойся! Говори! Ты что, не понимаешь, они и так все знают. Рудик тут ни при чем, да? Я никого, никого не сдавал, Вань! Все, все, все. Ладно, я тебе верю. Запись с Рябининым заберешь, опасную там хранить, понял? Ладно, сделаю. Миша я никому ничего не говорил, чего он? Знаю, я знаю. Да, войдите. Александр Петрович, вы не уделите мне буквально пять минут? Я слушаю. Нас еще не представили друг другу. Моя фамилия Шмурнов, Алексей. Очень приятно, присаживайтесь. Спасибо. У вас ко мне какое-то дело? Понимаете, мне поручена организация нового отдела. А поконкретнее, какого отдела? Названия пока нет, но цели обозначены вполне конкретно. Борьба с отмыванием грязных денег. Да я два раза уже писал служебку генеральному о необходимости такого отдела. Кофе будете? Спасибо. Если можно, покрепче. Сахар? Два кусочка. Вы, конечно, в курсе, что преступники испытывают определенные проблемы с обналичиванием этих денег. Они всячески пытаются их легализовать, и в основном на столичном рынке. Схема такая. Спасибо. Преступники выискивают бизнесмена с прибыльным, чистым, приносящим хороший доход бизнесом, человеком вне подозрений. И через подставных лиц ходят к нему в долю. А потом, имея контрольный пакет акций, диктуют свои условия. И наша задача понять механизм. Кто сдает бизнесмена на первом этапе? Его банкир, конечно. Только это тяжело доказать. Вот именно поэтому мне и нужны такие надежные ребята, вроде вас, которые готовы работать сутки напролет, семь дней в неделю, без перерыва на обед. Люди, которые еще верят, что все это можно изменить. Вы читали мое досье? Вы имеете в виду своего брата? Да, конечно, я в курсе, кто он такой. И что, для вас-то не проблема? По-моему, это вовсе не проблема, скорее наоборот. Ведь вы, как никто другой, знаете эту среду. Ну, кроме своего брата, я там никого не знаю. Уже неплохо. Он у вас выдающаяся личность. Я был бы рад видеть вас среди своих помощников. Я согласен. Ну, отлично. Добро пожаловать в наш отдел. Спасибо. Что? Я такими вещами не занимаюсь. Хорошо. Я найду кого-нибудь другого. Ну, ему же всего четыре года. Он же не станет молчать. Он будет кричать. Маму звать будет. Я купила маленький домик. Очень далеко, в тихом месте, у моря. Мы там будем вдвоем с Аликом. Он привыкнет ко мне со временем. Вы, наверное, не понимаете. Похищение несовершеннолетнего, это очень... Очень серьезное преступление. Я заплачу. Не вам, так кому-то другому. Черт. Дайте мне какое-нибудь время. Я наведу справки. Это все... Это все не так просто. Вы... Понимаете, во что вы меня впутываете? Спасибо. Спасибо. Рябинин. Здесь, подожди, я быстро. Рябинин. Черт. Да. Вань, диска нет. С Рябининым пропал. Чего? Как пропал? Остальные на месте, его нет. По внимателее еще раз посмотри. Смотрел я уже, что, злепой, что ли? Не в Сефе смотрел? Нету там, везде смотрел. Танька что говорит? А Таньки нету. Слушай, может... Она сперлась. Ты что, гонишь? Она на меня работает. А кто еще? Больше некому. Вань, точно она тебе говорю? Все сходится, слышь? Не кипишу, ищи давай. Твою мать. А, еще шампанское осталось? Уходи. Быстро. Танька, открывай! Тань! Открывай, мы все равно войдем, слышишь? Давай. Вот же тварь, а! Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Пошли. Тань! Нет, походу, никого. Давай, ты на кухню обыщи все. Каждый закуток, каждый ещет, понял? Ага. Рудик, что у тебя? Да, что, что, ничего. Блин. Да? Алло, Вань, а тут нет ничего. Она, походу, уехала. Блин, поверить не могу, Мех. Я же ее на улице подобрал. Отмыл, согрел, денег дал. Да ты змею пригрел. Она сейчас тебя еще шантажировать начнет. Иди с кому-нибудь продать захочет. Кому? Кому. Да тому же Рябинину. Ладно, давай. Ладно, погнали. Убий, сука. Ну что? Да. Я готова отдать вам диск. И сколько ты хочешь? Пятьсот тысяч долларов. Хорошо. Где? Завтра у кинотеатра в одиннадцать. Хорошо. Танька! Марина! Привет! Почему не писала? Почему после колонии не приехала? Давай не будем об этом, пожалуйста. Как не будем, Тань, я тебя искала, я тебе постоянно писала. Мои письма сначала без ответа оставались, потом стали приходить с пометкой, что адресат выбыл. Я очень волновалась, Тань. Как я по тебе соскучился. Как я по тебе соскучился. А я по тебе. Какая красивая. Очень красивая. замуж вышла? Ах, нет, замуж не вышла, как-то не до этого было. Марин, я тебя хотела кое о чем попросить. Опять в историю в какую-то попала? Я права? Тебе лучше этого не знать. Это очень важно. Помоги мне, пожалуйста. Конечно, помогу. А что сделать надо? Вот это. Пусть у тебя побудет. Таня, только ты спрячь и никому не рассказывай, хорошо? А Саше я могу рассказать? Нет, никому. Таня, а как это вообще для моей семьи? Не опасно? Нет, нет, что ты, не переживай. Мне выходить пора. Как выходить? Мы с тобой даже не поговорили. В следующий раз обязательно поговорим. Тань, когда в следующий раз? Через тысячу лет опять? Нет, почему? Мне нужно будет ключи забрать. Мы встретимся и обо всем поговорим. Я тебя очень люблю. Я тебя тоже люблю. Спасибо тебе. Обязательно увидимся. Доброе утро, Ольга Павловна. Вы просили разбудить. Доброе утро, Ольга Павловна. Который час? Уже одиннадцать. А в двенадцать вас ждут в салоне красоты. Да, 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 да. А где Вадим? Вадим Евгеньевич в кабинете. Может быть, вы объясните мне, каким образом два моих основных инвестора через месяц после вступления в проект продали свои акции одному и тому же человеку. Левашову. Я-то откуда знаю, Вадим Евгеньевич? А я вот вижу, что знаете. Ведь это вы давали им деньги на вступление в проект. Я многим даю кредиты. Вам в том числе. Я ж банкир. И Левашову? А ему нет. Он сам, кому хочешь, даст кредит. Вы все-таки с ним знакомы? Он клиент моего банка. Я не понимаю, в чем проблема? Было два инвестора, остался один. Вам-то какая разница? Проблема в том, что Левашов уголовник. Я не буду иметь с ним дел. Виктор Петрович такой же бизнесмен, как и все. Я выхожу из проекта. Ну, а вот это вряд ли. Потому что, если вы выйдете из проекта, по договору вы заплатите такие штрафы, что потеряете все. Но вы-то с этого точно что-то поимеете, да? Разумный процент. По-моему, это справедливо. Всего хорошего. Вадик, доброе утро. Доброе утро. Все в порядке? Пойдем пить кофе. Не передумала? Паспорт готов. И паспорт. И билет. Все как обещал. Как мы устроим, чтобы Алик вышел к нам из садика? Две минуты, подожди меня, не улучай, пожалуйста. Спящий красавец. Настоящий бармен. Что это за строма? Садись давай. Настоящий бармен. Не знал, он не тряснил, и что? Кто спит? Кто спит? Никогда не спит. Никогда не спит. То ли тогда, когда он начинает волноваться. Часто это бывает? Нет! Раньше он орал и вписался! Вот он! Эй, тихо, тихо, тихо! Диск давай! Диск в надёжном месте. Чего? Я позвоню через час и скажу, где забрать диск. Ты что, совсем офигела, что ли? Эй, дятла, потише! Эй, вы, потише! Заткнитесь вы! Нет, тебе что, жить надоело, что ли? Ладно, как хочешь. Погоди! Погоди ты! Седой сказал, без диска денег не давать. Интересно. Сколько Ивана отвалит за этот диск, чтобы получить его обратно и узнать, как у это Иуда? Ну, блядь, дюкай. Ну, во-первых. Продолжение следует. Продолжение следует. Стой! Поехали! Поехали, поехали, поехали! Твою мать! Пожалуйста, можно быстрее? Быстрее, пожалуйста! Продолжение следует... Так. Шеф, 10 минут четвертого, делать что будем? Что делать, что делать, заголить и бегать, ладно, пять минут ждем и сваливаем, это она, ну слава богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поехали отсюда. Субтитры создавал DimaTorzok Очень хороший, хороший. Девил Ну и как мы теперь запись достанем? Петр Петрович, она бы меня сдала, если бы я ее не сбил, меня бы Ванька бы точно грохнул. Ну что ты все, Ванька, 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 ты сам пришел, сам предложил, я тебе поверил, и ты обосрался. Ни записи, ни бабок, ни телки, ничего. Ну и накой ты мне такой нужен. Виктор Петрович, подожди, подожди, Ванька знает, что вы убили его отца. Что? 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 Это, это я Николай, ядька его. Это он все рассказал, я сам слышал все. Ванька сказал, что вас убьет. Бедный Юрик. В дом. Да не сытый, пойдем. Саня, а это куда? Куда столько, компьютер же есть. А кто тебе это все сканировать будет? Вот накопаешь чего, поноси в комп, никто тебе не мешает. А пока дерзай. Что, теперь сюда переехать, что ли? Я и так тут живу. Садальского смотрел уже? Нет, а чего? Знакомая фамилия, с него хочу начать. Правильно, с него и начинай. За чай спасибо. Да не за что. Да не за что. Да не за что. Я иду. Я иду. Я иду. Я иду. У-у-у-у-у. Осторожно. Осторожно. Ой, подожди, я тебя поправлю здесь. Ты была у Тани на похоронах. И что? Откуда ты узнала, что она умерла? Мать ее говорила, вы тысячу лет не виделись. Тебе какое дело? Говори. Мне из больницы позвонили. Сказали, что у него в кармане нашли мой номер телефона. Правду говоришь? Я все равно узнаю. Аня! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Ты уверен? Да ты сам посмотри. Садальский перевел 200 миллионов долларов в банк Злобина. А у него там даже счета нет. Там деньги получили и дальше отправили в офшоры. Хм. Да ладно. Банк Злобина в черном списке. Вот именно. Нужно брать его. Основания есть. Как-то это все странно. Садальский не такой дурак. А тут как-то все прямолинейно. Тупо. Понимаешь? Рискуем, Саня. Малейшая наша оплошность. И все. Его адвокаты порвут нас на части. Не будем рисковать. Вообще ничего не добьемся. А если мы его задержим, я обещаю выбью из него показания. Ну хорошо. Смотри, если ты так уверен, тогда давай. Отправляй ходатайство в суд. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, спасибо. Наконец-то я прилетела к тебе. И так соскучилась. Соскучилась. Соскучилась? Соскучилась. Не скучал? Скучал. А что случилось? Все нормально. Давай присядем, надо поговорить. Не пугай меня. Пожалуйста. Пожалуйста. Надо было раньше. Теперь осталось совсем мало времени. Какого времени? Вадим Евгеньевич, извините, но… Ну вот. Что это? Садальский Вадим Евгеньевич? Да, это я. Вот ордер на ваш арест, вам придется пройти с нами. Что происходит? Вадим… Ты только не волнуйся. Ты только не переживай, все прояснится. Как прояснится? Нет… Можно я с вами поеду? Не положим. Почему? Мы не можем посадить вас в одну машину с задержанной. Ждите, вас вызовут. Пожалуйста. Скажите хотя бы, куда обращаться? Обращайтесь в прокуратуру, к следователю Назарову. К какому Назарову? К Александру Петровичу. Рассказывайте, Вадим Евгеньевич. А что вы хотите услышать? Это ваши документы? Можно? Смотрите. Да, это документы моей компании. Хорошо. А подпись на них стоит ваша? А вас это удивляет? Согласно этим документам, вы продали от компании Люфтсофт металлопроката на двести миллионов долларов. И продали госструктуре. Ну, раз тут так написано. Да, так написано. А вот у меня написано, что компании Люфтсофт вообще не существует. Ну, то есть она существовала. Но только три дня. И была зарегистрирована на Каймановых островах. Откуда эти двести миллионов? У меня сотни сделок, я физически не в состоянии всего запомнить. Вадим Евгеньевич, вы же честный человек. Назовите нам, пожалуйста, имя того, кто предложил вам фиктивную сделку. Я не понимаю, о чем вы говорите. Вам знаком Виктор Левашов по кличке Седой? А со Степаном Вороновым по кличке Ворон вы нигде не пересекались? Нет, нигде. Я не знаю этих людей. Я хочу, чтобы ко мне допустили моего адвоката. Вам светит реальный срок, Вадим Евгеньевич. Не надо мне угрожать. Я требую, чтобы ко мне допустили моего адвоката. В столичной прокуратуре продолжается допрос известного бизнесмена Вадима Садальского, задержанного вчера по обвинению в финансовых махинациях. Допрос проводит следователь особого отдела Александр Назаров, который пока отказывается делать какие-либо конкретные заявления, кроме того, что сам он не уверен в виновности Садальского и считает, что за этими махинациями стоит кто-то другой. Кто же он, этот другой? Возможно ли очищать кожу? Одновременно увлажняйте. Гнида. Отомстил мне, да? Ты о чем? Арестовал моего мужа. Я узнал, что он твой муж из материалов дела. Хорошо устроилась. А ты изменился, Саша. Стал похожим на своего брата. Мы с Вадиком счастливы. Он хороший человек, а ты это прекрасно знаешь. Но ты же не глупый. А я верю фактам. Они говорят обратное. Может, ты и права, и он не виновен. Но он же молчит, не помогает следствию. Вадим ни в чем не виноват. У него огромный бизнес. Двести миллионов для него не такие большие деньги. Ты так уверена в нем? Да. Хорошо, поговори с ним. Нам нужны его показания. Убедишь его, я измени его статус подозреваемого на свидетеля. Ты его выпустишь? Выпущу. Хорошо. 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 Ты сам это сказал. Надеюсь, ты меня не обманешь. А я тебя когда-нибудь обманывал? Спасибо тебе. Саша Александр. Спасибо тебе. Звали меня? Смотри, кто пришел. Касполин Назаров. Собственной персоной. А ты забурел? С чего бы? Думаешь, ты крутой? А давно ли ты ко мне в драных штанах приходил с голой жопой? Умолял, чтоб я тебя на работу взял. Портновый адресок нужен, могу подогнать. Если бы. Все гораздо хуже. Твой брательник совсем оборзел. Ты бы ему передал, чтоб не совал свое вырвало куда не стоит. А то ведь не ровен час не дорвется. Но это твоя проблема. Сам решай. Не прочел, понял. Садальский не твоя проблема, не моя. Это наша общая проблема. От меня что нужно? Иди, разруливай проблему с братом. Я его пять лет не видел. Ну, это же самое время начать. Ваню, не пойдешь ты. Пойдет вот он. Вот так. Ты давай это, не пугай меня. Назаровы ни под кого не прогибались. И начинать вроде не собирались. Запомни это. Что я еще не закончил? Стоять, я сказал! Ну, о чем ты говоришь, ну, я же обещал. Здорово, Садарова. Сделаю, все. Чего сияешь? Что, Садальский, работает с нами. А, хоть одна хорошая новость. Да. Привет. Слушай, Леха, извини, я на две секунды. Давай, давай. Петрович, ну, что там насчет охраны для моей семьи? Саша, ну, я обещал, значит, дело все в порядке. Не волнуйся, ребят уже на месте, один в сопровождении, двое во дворе. Все нормально. Ну, спасибо. Давай. Спасибо. Саня, давай, дуй в Лефортово к Садальскому. Алексей Иванович. Можно просто Алексей? У меня вопрос к вам по одному важному делу. Что такое? Садальский, следуй. Руки за спину. На выход. Сидеть. Следователь сейчас придет. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Я прошу. Здравствуйте. Здорово. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Вадим Евгеньевич. Вадим Евгеньевич! Черт! КОНЕЦ 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 Хозяйка где? Но это невозможно, она уже легла спать. Буди ее! Да такое в мои полномочия не входит. Оля! Приходите завтра, молодой человек. Завтра будет поздно. Да что вы себе позволяете? Она никого не хочет видеть, у нее горе. Подождите, вы меня слышите вообще? Руки убери. Молодой человек, молодой человек, вы понимаете, меня уволят. Вы меня слышите вообще? Оля, тихо ты. Я вас не пущу. Что вы себе позволяете? Я вызову милицию. Вызывай. Первые тебя и найдут здесь. Маш, иди. Оля, мы уезжаем. Я никуда не поеду. Они считают, что ты в курсе всех дел, Вадима. Да и нелезло бы его дела. Им проще тебя завалить, пойми. Поехали. Да никуда я не поеду. Им проще тебя завалить, пойми ты это. Чем разобраться, поехали. Да никуда я пойду. Оля! Дай, не убью тебя, ты не понимаешь? Это ты убил Вадима. Это... Я не убивал Вадима. Это ты убил Вадима. Оля, что ты несешь? Я убил Вадима. Оля, успокойся. Хватит, послушай. Это... Оля, у нас очень мало времени. Все хорошо. Пошли, пошли со мной. Пойдем. Все хорошо будет. Все нормально с ним. Да все хорошо будет. Тихо. Все нормально, Оля? В порядке? Оля, у нас очень мало времени. Возьми. Осторожно, осторожно. Давай мне. Вот. Приятного аппетита. Что такое молчаливое сегодня? Приятного аппетита. Спасибо. Держи. Чигуринец на связи. Алло. Степан Михалыч, это Назаров. Ваш мальчик у меня на мушке. Вы тут ешьте, я сейчас. Чего ты хочешь? Жена Садальского ни в чем не виновата. Оставьте ее в покое. Вань, ты, дружок, ты еще молод. Ты не понимаешь? Не дай бабе взять над собой верх. Она погубит дело. Она все равно ничего не знает. Ванюш, так не бывает, чтобы баба жила с мужем, ничего не знала. Оставь ее. Даже если знаю. Я гарантирую, что она ничего не скажет. А каким образом ты гарантируешь? Она станет моей женой. Ну, Ванек. Ты дай его. Ой, Ванек. Ваня, мне страшно. Так, Ванек. Ну, что, Оля, добро пожаловать в нашу семью. Я очень рад за вас, ребята. Вы красивая пара. Пойдем. Только раз, два, три, четыре, пять! Э apa? Энagh, ээээээээээ! Папа, мы же договорились, никакого алкоголя. Тихо, тихо, тихо. Давай без сцены. Гости вокруг как-то неудобно. Вай, выпьем? Ну, давай попробуем. Я не буду. За здоровьем, молодых. Давайте. Ура! Ну да. Надо шефу сказать. Ты ешь, Серега, ешь. Саша. 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 Марин, вам придется уехать с детьми. Что? Мы сегодня начинаем серьезную операцию. Я решил, что… Я решил, что… Что значит, ты решил? А меня перед фактом ставишь, да? Речь идет о вашей безопасности, Марин. Твоей Аньке Петькиной. Мы не можем рисковать. Хорошо. Мы завтра уедем в Партизанском. К тете Наде. Не будем рисковать. Алло, куда-куда, в больницу отзвонить? Что, глухая, что ли? Алло. Сышка. Ну, короче, нет ее нигде. Может, и подруги какой, а? Подруги. Знаю я эту подругу. Бутылкой зовут. Хорош, кончать с этим надо. А я тебе говорил, что эта баба не для тебя. Молчи. Чего молчи? Она тебя позорит. Заткнись, я сказал! Да. Привет, Ванек. Не следишь ты за своей молодой женой, а? А тут хуя пьяная в хлам зажигает. Совсем вести себя не умеет. Слышишь? А вот это ж Ванек. Извини, что подрежил. Что, Ваня, без шума, Ваня? Давай, Ваня. Ты у меня здесь все схвачен, Ванючка. В шоколаде будет. А что ты эти бабы с раньше не видел? Ой, ты раньше не были. Эль, ты. А спасибо, Ваня. Скажу еще. Все ты покойник, Ваня. Пляши, моя хорошая, пляши. Играем. Ты специально это место выбрала? Мне на зло специально? Говори. Да. Дай сюда. Дай сюда. Хватит. Хватит бухать, я сказал. Хватит, я сказал. Я так резвый смотреть не могу. Тошнит. От Садальского то его не дошнит. А Вадима не трогай. Ты мизинца его не стоишь, понял? Не разговаривай так со мной! Понятно? Запомни это! Да лучше бы я сдохла, чем с таким уродом жить. Хорошо, я тебя устрою. Хорошо. Сдохнуть, говоришь, лучше. Сдохнуть, говоришь, лучше. Я тебе устрою. Сдохнуть лучше. Ну, давай, убей. Ну, давай! И ребенка своего убей заодно. Придурок. Бой! Мариша, пора уже? Да, мы идем. Придурок. Санечка. А? На тебе рожденье к Петьке приедешь? Конечно, приеду. Честно-честно? Честно-честно. Звони-то я тебе могу. Я сам буду звонить тебе каждый вечер. Пап, там дед Петрович у тебя плохие слова говорит. Ну, все, поехали, а то ждет уже. Давайте, давайте, давайте. Оленька, девочка моя. Я люблю тебя. Мне плохо. Это пройдет, потерпи. Думай о хорошем. Дай мне выпить. Оль, перестань пить, пожалуйста. Я прошу тебя, это вредит ребенку. Никакого ребенка не будет. Я не собираюсь рожать еще одного уголовника. Наш ребенок не будет уголовником. Я тебе обещаю. Привет, красавица. Здравствуйте. Меня Леша зовут. Очень приятно. Сейчас, одну секунду. Давай. Да, да. К вам, Алексей. Спасибо. Здрасте. Здрасте, здрасте. Здрасте. Привет, шеф, у себя. Да, а вы кто? Хорошо. А вы с нами. Подождите, туда не с нами. Вы его понятыми, Игорь. Ирочка, ну я просил, мне кого не пускать. Мы ненадолго. Всем сохранять. Так, пакуй его. Понятые, проходите. И это вам. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мам! Мама! Там по телевизору папу показывают! Каким-то образом может быть причастен к убийству Садальского. Прокуратура данное задержание пока не комментирует. Выключай. Подожди, не понял. Что 200 миллионов? Нас! Увели 200 миллионов наших денег? Седым нужно расставаться. Он со своим поганым банкиром больше геморроя принес, чем денег. Смену он себе вырастил. Поставил на его место Назарова Ванька. Пацан молодец. Вашка варит у него. Согласен, но в данный момент основной геморроя у нас этот банкир, которого вы привязали. Как он? Злый день? Злобен. Знаю я этих банкиров. Сыкуны они все. Да не будет он молчать. Адвокат говорит, что банкир помнит, что случилось с Садальским. И клянется, что ничего не скажет. Да скажет. Иди сюда. Позовите гринца. Позовите гринца. Логично. Ольга Павловна, завтрак. Я ж сказала, я не хочу есть. Выйди отсюда. Ольга Павловна, вы должны есть. Выйди отсюда. Ольга Павловна. Я ж сказала, не хочу. Ольга Павловна, но это ж... Ключ дай. Я не могу. Ключ дай. Ольга Павловна, я не могу. Ольга Павловна, я не могу. Давай ключи я сказала. Ольга Павловна, я не могу. Не можешь, да? Дура. Куда, да стойте вы. Убирайся отсюда! Тварь. Ольга Павловна, Ольга Павловна! И ты пошел вон. Ольга Павловна! Я, я, я не виновата. Я добра тебе желаю. Выпить дай. Выпить? Да. На. Ты убиваешь нашего ребенка, как ты не поймешь! Давай сюда. Хочешь пить? Да. На, пей. Давай. Давай! Ублюдок. Пойми, это мой ребенок. Я ждал его много лет. Я изменился, я другой, я счастлив. Я тебе не верю. Дай выпить. Дай выпить! Послушай меня! Оля, я прошу тебя, услышь меня. У меня много денег, мы можем начать все сначала, как ты хочешь. Пусть он родится далеко отсюда, в безопасном месте. Я все устрою. Мы будем жить втроем. Слышишь? Значит, ты изменился? Ванек. Ванек. Не называй меня так. Ванек! Не называй меня так! Выпить дай! Да на, пей! Ванек. Есть два варианта вашего обвинения. Одно в отмывании денег, другое чуть посерьезнее. Соучастие в убийстве Вадима Садальского. В первом случае от четырех до восьми лет лишения свободы. Во втором, вплоть до пожизненного. Выбирайте. Чтобы выдвигать такие обвинения, нужны доказательства. А у вас их нет. А вы уверены? Ситуация стрёмная. Операции банка вызывают много вопросов. Пока они берут деньги, но сколько это еще продлится, не знаю. Мы уберем, сколько? Ну, чтоб не вызывать подозрения. Максимум двести и понедельник крайний срок. В понедельник деньги будут у вас? Пусть несут их прямо ко мне в кабинет. Хорошо. Не знаю. Ну что? Ваш голос? Я ничего говорить не буду, особенно при нем. Почему это? А то непонятно. Мы оба отлично знаем, кто ваш братец. Мой брат в этом замешан? Не знаю. Наталья! Что? Место! Сел заключенный. Саня, ты чего? Нормальности. Нормальности. А чего вы так переживаете, гражданин следователь? Замешан, не замешан? Он же хитрый. Ничего ему не будет. Как вы с такой родней работаете в органах? Так, Злобин. Ты о своей родне думай. Назаров со своей сам как-нибудь разберется. По существу говорите. Садарский вон заговорил. И что с ним теперь? Так что я ничего вам не скажу, потому что я жить хочу. Ясно? Ясно. Мариша. Так соскучился по тебе. По детям. Я тоже по тебе, Саш, очень соскучилась. С тех пор, как убили Садальского, ты очень изменился. Ты весь в работе, Саш. Да? Ну, кому ты хочешь что-то казать? Это же я уговорил его сотрудничать. Значит, в чем-то моя вина есть. Да что ты говоришь? Как благородно. А про то, что у тебя семья есть, не забыл? Нет. Ну, что ты улыбаешься, Саш? М? Ты нам очень нужен, Саш. Это уже не работа. Это уже какие-то гонки, которые ты проиграешь. Какие гонки? О чем ты говоришь? Да такие гонки, Саш. Ты как будто соревнуешься с Иваном. Хочешь доказать ему, что ты сильнее? Не я сильнее, а закон. Добро, если хочешь. Добро сильнее зла. Должно быть сильнее. Марин. Ты же меня любишь. Не надо, Саш. Ну, пожалуйста, не надо. Ну, не честно так. Ну, что ты? Ну, что ты меня обнимаешь, Саш? Ну, что ты? Ну, что я? Ну, что ты меня успокаиваешь сейчас? А завтра опять будет то же самое. Ну, мне мало этого, Саш. Ну, я устала, действительно устала. А я люблю тебя. Ты самый дорогой, что у меня есть. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Выходи. Хорошо, выхожу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да. Саш, привет. Это Карпов беспокоит. Здорово, Карпов. Саш, я предупредить хотел. Машина к тебе запаздывает. Там, ну, проблемка была небольшая, а сейчас уже все решили. Короче, минут через десять жди. Ничего не понимаю. Сейчас, подожди. Ты ничего не перепутал, майор? Машина уже подъехала. Саша, какая машина? Куда подъехал? Ты что? Саша, сиди дома, никуда не высовывайся. Саша, это подстава. К тебе выезжают две патрульные машины. Жди. Петрович, срочно отменит транспортировку Злобина из тюрьмы в прокуратуру. Ты меня понял? Понял, Саша. Все понял. Ты что? Стоять! Стоять, я сказал! Да, алло. Саша, я не успел. Злодана вывезли из тюрьмы пять минут назад. Ну что, решил такую машину купить? Ну, завтра определюсь, съездим, посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Иван Петрович, вас там зовут. Какая же ты у меня красавица. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У вас все в порядке? Что? У вас все в порядке? Да, все в порядке. Хорошо. Оль, пойдем? Давай. Микр, считаешься? А? Да, давай, давай. Здравия желаю. Злобин где? Там он, в машине. Живой еще. Вот вы, как меня охраняете, да? Я теперь тебе слова не скажу. Понял ты? Серд! Петренко Назарова? Мы теперь, Оленька, с тобой. Мальтийские поданные. Счета в Мальтийском банке. Дом на побережье. Наш ребенок родится в безопасном месте. Спрячь. Микр, поехали. Поехали. Черт, джиг забыл. Миш, есть зажигалка? Да, есть. Ну все, пока. Все в порядке? Да, все в порядке. Пойдем. Счета в Мальтийском банке. Баня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 А сейчас как? Она тебя глаз не отводит вообще. В рот практически тебе заглядывает. Как, Вань? Молодец. Она тебя прям реально любит, Вань. Ты б ей ребенка пораньше задел. Куда мы едем-то? Приехали уже, давай. Налево поворачиваем. Выходи. Ну что? Что за хрень, Вань? Ты зачем Таню убил? Ты что, с чего это взял-то? Тебя из зажигалкой-то я ей подарил. Ну и почем нынче дружба, Миш? Что тебе Седой за меня обещал? Говори! Так это я свал, да? А ты не сволочь, а? Ты не сволочь? Я тебя считал другом. Ты меня, сука, бредом! Ты мне просто платил, Вань. Ты мне просто платил. Я тебе хорошо платил. Что ты мне дал, кроме денег, а? Что ты мне дал? Ты относился ко мне, как собаки? Что ты, сука, мелец? Я считал тебя другом. Я считал тебя братом. Да нет у тебя друзей! Нет у тебя брата! У тебя одни шестерки! Все тебя боятся, ты понял? И все тебя ненавидят! Думаешь, я один тебе врал, а? Все притворяются! И уволят твоя! Субтитры создавал DimaTorzok Уезжай! Чего? Ща погодь, Вань. Так. Вот. Диск записан. На, послушай. Блин, да у тебя тремор. А че случилось? Побыть одному надо, уходи. Ну, ща Миха приедет, поеду. Блин, ну как скажешь. Вань, а как так, а? Ну, я приехал, диск привез, план составил. Ты только послушай, третий трек, реально... Достал ты своей музыкой. Ты че творишь-то, Вань? Да че случилось? Оль, че с ним? Не знаю. А что с тобой, Вань? Ты можешь нормально сказать? Че произошло? Вань! 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 Вань, да куда? Вань, да как я до Москвы-то доеду? Вань! Пешком. Ты с ума сошел, Вань! Че ты пешком? Вань! Блин! Вань, что случилось? Оля, я прошу тебя, иди к себе. Ты рубашку испачкай. Иди к себе. Что это? Иди к себе. Мне надо побыть одному, пожалуйста. Это кровь? А где Миша? Это его кровь? Отвечай! Это Мишина кровь? Да как ты мог? Он же другом твоим был. Он встал меня с потрохами! Друг! Он ненавидел меня! И тебя тоже! Оля! Оля! Открой! Оля, подожди! Оля, подожди! Мам, это комикс! Вань, давай сама, возьми там кошелёк. Мам! Мама! А отчего этот ключик? А? Сейчас, малыш. Иди сюда. Здравствуйте! Здравствуй, красавица. А вы не подскажете, вот этот ключик отчего может быть? Щас, 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 щас. Такие замки ставят на металлические шкафы. Какие металлические шкафы? Ну, обычно это камеры хранения в магазинах или абонентские ящики на почте. Если бы этот ключ был от магазинной ячейки, здесь был бы просто номер, а тут пятизначное число. Откуда он у вас? Мам, мне холодно. Один хороший человек оставил. Москвич, наверное. Да, откуда вы знаете? В вашем городе такие замки не используют. Я думаю, это от абонентского ящика на почте. А цифры, это его номер. Вы его легко найдете. Спасибо вам большое. Удачи, красавица. Все, приехали. Добрый день. Здравствуйте. Девушка, у вас срок аренды вышел. Продлять будете? Нет. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Алло, Санечка, привет. Марина, мы же договаривались. Звони только в крайнем случае. Ты вот как-то про Рябинина говорил. А это кто? Этот твой друг? Слишком большая шишка, чтобы дружить со мной. А кто он? Начальник? Причем самый главный. Генеральный прокурор. Марин. Ого. Вот это да. Генеральный прокурор. Почему ты спрашиваешь? Не, просто так. Что значит просто так? Звонишь, задаешь непонятные вопросы. Что происходит, Марин? Ничего, извини, пока. Ты был прав, Назаров, они все завизировали. Все твои требования по государственной защите Злобина. Вот, ознакомься. Я же говорил. Молодец. Продолжай работать, я у себя в кабинете. Давай. Вас и вашу семью перевезут на новое место жительства. У вас будут другие имена. Начнете новую жизнь. Я думал, что такое только в голливудском кино бывает. Но до Голливуда нам еще далеко. Так мы защищаем только прокуроров, судей и следователей. Для вас мы сделали исключение. Ввиду особой важности ваша удочка показаний. Пишите. Пишите, пишите. Пишите. Твою мать! Оля. Да. Где ты была? У доктора. Оля, ради бога, что ты сделала? То, что я должна была сделать. Ты что? Ну да, я сделала аборт. Зачем? 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 До свидания, Ольга Павловна. Счастливо оставаться. Зачем? 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 Ты и мертвого говоришь А я на тебя срезко смотреть не могу Да лучше бы я сдохла, чем с таким жить Да ни зинцем не стоишь, понял? Тошнит Это ублюдка Мсти за меня, Ванечка За все унижения нашей семьи Не брат ты мне больше Ты должен всех их поставить на колени Обещаю У тебя же вокруг одни шестерки Все с тобой только из-за денег Все врут Ты один, Вань До свидания, Виктор Петрович Спокойной ночи И тебе того же До завтра Да, это Ничего Твою мать Сухи твари Че стоишь, дипли лысый? Туда смотри Сухи Да. Чего надо? Степан Михайлович, вас к телефону. Заходи. Что за идиот звонит сегодня ночью? Седой. Говорит, очень важно. Ты чё, совсем нюх потерял? Ты на часы-то смотришь? Смотрю я на часы, смотрю. Твой любимчик Ванёк замочил одного из моих людей. А его братец развёл придурка-банкира, чтобы тот слилась ментам. Кончать надо с Назаровыми, с обоями. Да чё ты верещишь, успокойся. Слушай, ты меня не успокаивай. Запомни, я один за всех отдуваться не буду. Ты меня понял? Седой, ну, никому отвечать не придётся. Кто они такие, эти твои Назаровы? Что ты из-за них из штанов выпрыгиваешь? Как мелкая шваль. Успокойся и иди спать. Это не твоя забота, понял? Если у тебя кишка танка, я сам замочу этих ублюдков. Не лейся, я тебе сказал, не в своё дело. Ложись спать, я завтра тебе перезвоню. Всё. На. Пошла отсюда. Пошла в воде, я сказал. Мы готовы? Там, кроме ворот, ещё две калитки. Вот и вот. Но мы их тоже перекрыли. Если никаких больше указаний не будет, мы готовы. Хорошо, начали. Седой, быстрее, Седой. Ребята, облама! Уходим, уходим, уходим. Всё, уходим. Быстрее, быстрее. Вперёд. Сюда, ровно! Давай, чуть-чуть перекрыли. Хардый пол, лежать! Стоять! Порубь на землю! Да пошёл ты! Да пошёл ты! На! Вперёд, вперёд, пошли! Куда? Куда, сука? Меня подожди! Вперёд! Стоять! Оружие бросают! Сейчас! Давай веселее! Рано радуешься, начальник. Учти, в тядеоналир не пойду. Я твоего брательника, говноеда, с собой потяну. Обещаю. Взять его. Руки! Да всё, всё. Давай, топай! Ты что, Ваня? Совсем от счастья очумел, что ли? Какие нахрен трупы в машинах? Кино поменьше смотреть надо, а то ты их скоро на кол начнешь сажать. Теперь надо вести себя тихо, сам целее будешь. И потом ты слишком молод, чтоб наезжать на Седова. Да, он другого языка не понимает. Седой с тобой бабла нюхнул и думает, что он пуп земли. Вообще уже фишку не сечет. Звонит ночью, что-то вякает. Не делай это. Пора ему на покой. Только имею в виду, сынок, вопрос этот очень важный и всеобщему обсуждению подлежит. И не надо думать, что ты такой крутой и сам управлять будешь без нас. Степан Михалыч, я же здесь. Да. И я вас слушаю. Ну, хорошо. После Седова осталось большое хозяйство. И мы дадим тебе им управлять. Спасибо. И еще. В данном случае одно спасибо мало. Ты получаешь большие возможности и с твоей головой довольно быстро станешь большим человеком. Но нам нужны гарантии. Если хочешь, считай это проверкой или посвящением. Нам нужно, чтобы ты принес голову одного человека, который сделал нам слишком много проблем. Конечно, мы сами это можем сделать. Но правильнее будет, если это сделаешь ты. Я так понял, речь идет о моем брате. Да. Я его сто лет не видел. Он мне не доверяет. Вряд ли подпустит к себе. Как я его найду. Поможет он. Твой брат тебя сам найдет. Ты должен определиться. Ты с семьей или… Степан Михайлович, вы моя семья. О чем речь? Ну, хорошо, Вань. Хорошо. Иди сюда. Один. 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 Три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Кажется, я знаю, где ты. Ага. Ань, выходи, Аня! 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 Что случилось, Марина? Аня! Пойдем, копьем. Пойдем, пойдем. Они забрали Аню. Аня! Кто забрал? А Петя где? Петя спит. А Аню они увезли. Кто? Я не знаю, мы гуляли. Потом она пропала. Потом они сразу позвонили. Кто звонил, Марина? Кто? А я не знаю! Мужик какой-то звонил. Сказал, главное, чтобы мы не обращались в милицию. Саша, прошу тебя, что-нибудь сделай, я прошу тебя. Аня! Ничего они ей не сделают. Им не Аня нужна. Им я нужен. Что ты делаешь? Шмурнову звоню. Да что, Саша? Они же сказали не звонить. Верь мне, я знаю, что делаю. Найди у Мэни у этих ублюдков. Ивану звони. Что? Только он сейчас может помочь. Он этих людей знает. Он знает, как с ними разговаривать. Аня, его дочь, звони. Аня, моя дочь. Не нужна мне помощь уголовника. Может, он вообще с ними заодно? Что ж ты делаешь, а? Ну оставь ты свою девушку гордость. Я прошу тебя, ну. Спаси ты нашу дочь. Спаси. Он все сделает в обмен на это. Что это? Компромат на генерального прокурора. Откуда? Танька оставила. Хотела забрать, но ее убили. Наверное, из-за этого. Звони, Саша, ну звони! Я сейчас сама к нему пойду. Кто вы когда нему чувствует, Кто думает? Кто думай вообще? Аня. Бうлёвка, я бы взял на другие полисы. Аня. Гнешь? Ну, наконец-то, я тебя обыскался. Слушай, Сань, тут... А ты чего бледный-то такой? Заболел, что ли? Не знаю, устал, наверное. Лунову передай, это срочно скажи. Хорошо, передам. Пусть хоть дело не дает, пока я не подам сигнал. Ладно. А что там? Узнаешь? А я домой пойду. Что-то себя действительно неважно чувствую. Слушай, Саш, я вижу, что ты не в курсе. Короче, Седой обвинил твоего брата в убийстве Михаила Селезмилова. Ордер на арест уже подписан. Сань. Сань, ты нормально? Ну, что ты молчишь? Ну, что, где Аня? Прости, Сань. Не знал, что они ее похитят. Знал бы, не допустил. Не верю я тебе. У нас ордер на твой арест. Седой обвинил тебя в убийстве Мишки. С каких пор прокуратура верит таким, как Седой? Что твои решили? Готовы к обмену? Готовы. В Питере они, в деревне. Тебя ждут. Я им нужен. Говорят, диск отдашь, отпустят. На самом деле убьют. Знаю. Дай мне диски, я сам отвезу. Вдвоем поедем. Сань, опасно это. Убьют тебя, говорю. Главное, чтобы Аню отпустили. Здесь мне поклянись. Клянусь, отпустят. Хорошо. Да заказали уже билеты. Думаю, мы теперь... Это от Назарова срочно. Сейчас. И про его канарские счета. Все в рапорте укажи. Все, давай, давай, Хабибуллин. Так. Серега, кто у нас в аппаратной? Да, по-моему, Васька. Ну, пойдем, кино посмотрим. Твою мать. Где Назаров? Говорил, что домой поедет. Мобильный недоступен. Домашний тоже не отвечает. И что он хотел, чтобы что я сделал? Слушай, он что-то говорил про какой-то сигнал. Какой сигнал? Угу. Я не помню. Откуда я знал, что тут... такое? Может, мы должны дать кому-то сигнал? Ну, не знаю я, Леш. Так, давай, звони в приемную Рябинина. Скажи, что у меня к нему срочное дело. Шумно тут. Не то, что у нас в Первомайске. Хотел бы туда вернуться? Нет. Интересно, как там соседи наши? Кто в квартире живет нашей? А ведь неплохо жили. В детстве особенно. Бедные, зато счастливые. Они хотят, чтобы ты меня убил? Да. И что ты им сказал? Что я это сделаю? Ну, поехали. Скажи, Алексей Иванович, это единственная копия? Сомневаюсь. Более того, мне кажется, тут не полная версия. А полная? А полная, вероятно, уже в руках ваших недоброжелателей. Я понял. Спасибо, что предупредил. Ты не поверишь, это и было-то все в один раз. Вес попутал. Я ведь одну Машку всю жизнь люблю. У нас же внуки уже. Ну да. Ну да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здоровья! Руки подними. Чистенький? А то. Жди. Хрена себе армия. Степан Михайлович, приехали. Оба? Да. Доброе утро, гражданин следователь. Как доехали? Где моя дочь? А где мое видео? Здесь все. Сань, дай. С этой парнушкой такое можно замути. Не сомневаюсь. Ты у нас спец по этим вопросам. Прокурор отличился. По полной. Давай девчонку. Папа! Аичка! Степан Михайлович, подождите. Условия полегче с ней. Условия изменились. Теперь, вместо девчонки, я хочу еще и этого. Что-то я не понял, Степан Михайлович. Как-то по-другому договаривались. А что? Не нравится обмен? Если он не вернется, они с нас вообще не слезут. Зачем нам? С этой кассетой мы нормальный генпрокурора держим за яйца. Че нам? Яйца. Ты что мне втираешь? Иди послушай радио. Этот прокурор уже в отставку подал. Твой братец нас за лохов держит. Это ты натворил это все. Отпусти, дочь. Хочешь, меня получишь. Ну, хочешь, как хочешь, твое дело. Забирай девчонку. Папа! Анечка, не бойся. Нормально. Папа, ты куда? Папа! Тихо. Папа, ты куда? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Папа! 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 Давай! Давай. Сети не реви, хорошо? Ага. Степан Михайлович. Одну секунду. Помните, вы меня просили выбор сделать? Выбор? Ты правильно выбор сделал? Я ошибся. Всем стоять! Или я башкой мурознесу! Стоять! Санек, вали. Прыгай в машину. Я тебя не отставлю. Уезжайте! Сам говорил, на меня ордер уже выписан. Я на навык гнить и буду. Я лучше здесь сдохну. Беги! Ванюх! Ты совершил большую ошибку. Я много в жизни ошибок сделал. Одно меньше, одно больше. Один хрен. Оружие на землю! На землю, на землю! Быстро! Кладите! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Поехали. Поехали. Это... Доброе утро! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ё-моё! Ванька! Каждый день машину же ты меняешь! От дружков твоих прячусь! Если ты ругаться приехал, то мне уже надоело, если честно. Я и так тут один сижу. Целыми днями. Нет. Соскучился просто. Брат же ты мой! Да ладно? Ах ты! Устала, как собака. Выспаться хочется. То есть, даже чайку не попьем? Нет. Ты, я смотрю, реально соскучился. Ладно. Музыка. 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 Продолжение следует... 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 Что ты делаешь, Саня? Да успокойся! Саня, Саня, черт. Успокойся. Что ты творишь? В твоей машине липовый паспорт и деньги. Уезжай. Не понял. Ты меня избил, избежал. Саня, с такой ружью мне точно поверят. Беги! Бои уже на подъезде. Спасибо, брат. Беги! 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 Товарищ капитан, тут еще двое. Этот наглец явился на похороны моего мужа, которого сам же и убил. А вы на это спокойно смотрите. Перед Степаном не стыдно? Очки надел, тебе и не узнать. Слушай, а че за хрен? Племяшка Двистова откинулся. Понятно. Но кто его убил, еще и неизвестно. Постреляли там немерено. Ну, а с ментами войны нам не нужно. Шерхан прав, подождать надо. Нина Георгиевна, вы бы успокоились. Я успокоюсь, когда увижу его труп. Назаров сейчас не главная проблема. Есть посерьезнее. Седой, если он до суда доживет, то вам всем крышка. Ты кто такой, кто тебя пустил? Фей, ты что ли? Че, признал? Еще как. Вот это харя, фиг узнаешь. Давно откинулся ты? Только что. Сразу к вам. Нина Георгиевна, выражаю соболезнования. Свои и дядины. А дядь приехать не сможет, у него со здоровьем проблемы. Сколько, сколько ты отторчал-то? Восемь с половиной. Восемь с половиной. А в наши края надолго? Посмотрим, как пойдет. Мне не Георгиевне надо помочь, ей же одно тяжело. Мне нормально. Я не одна. У меня сын есть. Но, насколько я слышал, Денису все это не интересно. Он же у вас ботаник. Он у меня биолог. Ну, я и говорю, молодой еще. Это временно. Седого менты теперь особенно берегут. Там мы его не достанем. Ну, на суд-то его всяко привезут. А привезут куда? На кладбище. И кто из вас это сделает? Я. Мам, можно тебе на минутку? Матфеев звонил, Денис, в милиции. Ворон, это ворон. А нами кто командует? Ворониха. А вот это надо с кабзистом перетереть. Пойдем. Пойдем. Федь, поговоришь с дядей? Не вопрос. Ну что, доволен? Все, один ты больше никуда не поедешь. В смысле? Никто не верит, что твой брат сам сбежал. Ну, значит, не верит. Да, не верит. А главное, смысл. Сейчас он в розыске. А если бы дал показания, через год был бы на свободе. Или вообще б не сел. Я же тебе и обещал. А ты б что сделал? Что сделал? Думаю, лучше, что будешь объяснять на дисциплинарной комиссии. Ну и рожа у тебя. Пойдем, Шарапов. Ну что, Левашов, набрался с милостью? Сигарету дай. Спичку. Насчет охраны, в Зальцеву, да. Решили? Все будет так, как ты хочешь. А сопровождение? Че боишься? А ты? Совсем ничего не боишься? А зря. Он сейчас у вас? Да вон он. Прямо передо мной лежит. Майор, я вас очень прошу, никому об этом не говорить. Да не, ну конечно, никому не скажу. Вас очень прошу. Ну что вы, Нина Георгиевна, ну вы же меня знаете. Знаю. Я очень вам благодарна. Ну так что, я его отпускаю? Ни в коем случае. Я сейчас за ним кого-нибудь пришлю. Ну как знаете. Спасибо, майор. Я в долгу не останусь. Ну чего, Дениска? Плохо тебе. Ну подожди, подожди. Сейчас за тобой приеду. Может чайку, а? Может чайку, а? Попробуй. Ну вот это в шапке видео, знаешь, так в бочках. Там разные пингвины, вот эти хвостатые разные. Хрень короче. Ну что, котят? Папа вернулся. Здорово, Митрин. Здорово, здорово. Здорово, Митрин. А где же волосы-то? Где волосы твои, а? Убеги. Опа. О, братан. Здорово. Ой, че-то вы, да, пацаны. Мелкий. Здорово. Какой сам? Здорово. А кориша где, а? Коришка, че, в Англии учится. Дядька отправил. Жалко. Ну че, как сами-то, а? Тебя ждем. Как мы сами? Это правильно. Рассказывай. Да как? Это нормально. Ну, че? Единственное, конечно, старики вообще засаду устроили, работать не дают. А? Ну че, пацаны, дождались. Будет вам работа. Я там правильные связи завел. Так что можем сами дела крутить. Че, готовы к большим делам-то? Дрогнем? Давай. Давай. Ну зачем ты это сделал, сынок? Мам, потому что ты меня никогда не слышишь. Ты меня никогда не слышишь, мам. Я не могу заниматься этими делами. Пойми. Ну ты же знаешь. Папа хотел. Папа, папа, у него была своя жизнь, у меня своя. Мам, ну. Ну что ты меня мучишь, мам, ну. Подожди, сыночек. Тебе надо отдохнуть. Ты просто здесь давно не был. Тебе надо... Просто... У тебя все получится. Я пока сама займусь всем. Хорошо? Мама подождет. Слышишь, сынок? Угу. Угу. Все будет хорошо у нас, да? Угу. Да? И ты один в нем жить будешь? Нет, не один. Выходи за меня замуж. Но тебе не кажется, что мы маловато друг друга знаем? И что? Ты богатым. Я богатым. Ты мне очень нравишься. А родственники твои как к этому отнесутся? С такими деньгами, как у тебя? Считай, они уже любят тебя как родного. Ага. То есть ты женишься на мне из-за денег? Ну, деньги еще никогда не мешали любви. Да. Надеюсь, ты сейчас думаешь не о своем бывшем мужа? Да. Что, все было так плохо? Было кое-что. Я сделал тебе предложение. Ну, тогда за это и выпьем. Да. Мистер Назаров, я прошу прощения, но ваш счет пуст. Это точно. Это было ожидаемо. Моя жена любит тратить деньги. Не могли бы вы мне дать ее последний адрес? Мистер Назаров. Мистер Назаров, мы не раскрываем адреса наших клиентов. И второе. Миссис Назарова дала строгие указания насчет этого. И ничего не говорила о своем муже. Я извиняюсь. Извините. Ага. Понял, не дурак. Я понимаю. Я понял. Я извиняюсь. Я извиняюсь. Картина, кстати, полная остой. Что? Картина, что? Значит, расклад такой. Номер один. Вариант первый. Ты даешь мне адрес моей жены. О, номер два. Вариант второй. Ты дай. Ты умираешь. Твой выбор. Номер один, конечно. Номер один. Первый вариант. Сашка. А-а-а. Как я рада, как я рада. Почему не сказала, что приедешь? Я бы что-нибудь вкусненькое приготовила. Давай погрею то, что есть. А ты чего хмурый такой? Устал? Марина, я давно хотела сказать тебе, меня отстранили от работы. Я теперь в архиве работаю. Почему? Я дал сбежать Ивану. Что? Только не говори мне, что он жив. Жив-здоров. Жив-здоров где-то в Европе. Нет, нет, нет. Почему ты мне об этом не сказал? Это была служебная тайна. Мы думали, что он даст показания. И что теперь будет? Что будет, Саш? Теперь все знают, что он жив, значит его будут искать. Придут сюда? Да кому нужна архивная крыса? Но так же не всегда будет. Шмурнов в тебя души не чает. Он найдет способы тебя вернуть. Уходи оттуда, Саш. Слышишь? Уходи оттуда. Ты хороший адвокат. Откроешь свое дело. Можно здесь, в партизанске. Можно в Москве. Нам всем спокойнее будет, Саш. Какие адвокаты, Марин? Совести надо не иметь, чтобы там работать. Я-то к ним могу. Ты меня любишь? Ну, что ты спрашиваешь? Значит, верь мне. Уходи. Обещай, что уйдешь. Без ножаришь. Обещаю. Давай, корми. Уходи. Ха-ха-ха. Ой, очень устала. Волшебный-волшебный вечер. Да уж. Пригласишь на кофе? Ну, я устала, много выпила. Во-первых, ты сам виноват, что я так много выпила. Виноват, я знаю. Виноват. Ну, зато мы стали чуть-чуть-чуть-чуть-чуть так ближе. Спасибо за вечер. Я буду думать о тебе. Здорово. Я смотрю, ты тут зря время не теряешь. Ваня? Я, я. Живой, как видишь. Лоха очередного раз будешь. Не, ну, у тебя всегда так хорошо получалось. Это мой жених. Даже так? Да плевать не кто он. Бабки мои отдай. Ваня, Ваня. Давай спокойно договоримся. Пожалуйста. Не хочу я договариваться. Где они? Ненавижу тебя. Аналогично. Ненавижу. Сына моего убило. Никогда тебе этого не прощу. Никогда. Алекс проснулся, я услышала шум, подумала, что это воры. Разбудили. Пойдя-ка. Молодец. Алекс. Леха. Мой сын. Мой сын. Мой сын. У вас, Виктор Павлович, женщина. Женщина? Давно мне бабы не звонили. Благодарю. Да, слушаю. Здравствуй, Виктор Павлович. Нина. Ты? Я хочу встретиться. Но я слышал о твоих проблемах. Приезжай. Спасибо, Вить. Пока не за что. Любопытно. Э, мы так не договаривались. Острада! Журавюк побери! Журналёк, иди на панели работай! Сраная тварь! Я сказал, гони журналёк! Тебя ещё не послал! Кого ещё? Разошлись! Бегом отсюда! Господа, тварь! Голуб! Быстрее! Держи, Ганна, быстрее! Раступитесь! 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 Давай, давай, дай, дай. Все, спасибо, Мариша. На здоровье. Спасибо, я тоже не хочу. Санечка. А? Смотри, в партизанске есть два адвокатских бюро. Я уверена, что тебя туда с радостью примут. Давай. Хорошо. Звони. Позвони попозже. О, кстати, я вот подумала, может, нам съездить отдохнуть куда-нибудь, а? На море? На море, а. На море! На море! На море! На море! Давно не были, да? На море. Поехали. Поехали. А правда на море? На море, на море. На море! Телефон. На море! На море! На море! На море! На море! Да, алло. Алло, Саня. На море! Ну что, радуйся, твое отстранение отменили. Комиссия приняла твою версию. В общем, в управлении сказали, что такими кадрами, как ты, разбрасываться они не намерены. Короче, под мою ответственность. Слушай, да тут, тут такое дело, понимаешь? Ай, ну что ты там мычишь? Ты и шалел от радости, что ли? Давай, тащи свою задницу сюда, у нас работы по горло. Все, жду. Давай, хорошо, ага. Ну, я поняла. Да. Шмурнову звонила. Отлично. Отдохнули на море. Марин. В общем, так, если ты сейчас уедешь, можешь назад не приезжать. Пойдем, Аня, одеваться. Чего стоим? Встречаем, встречаем, встречаем. Поставь туда. Ниночка. Прошу вас. Ниночка. Ниночка. Как же я рад. Как я. Ну, ты совсем не изменилась, просто цветешь. Ты тоже. Все такой же элегантный. Прелесть. Просто... Витечка, сегодня не получится. Я по делу. Но выпить-то не откажешься? Само собой. Прошу. А я сорок лет дурак, себя спрашиваю. Чего ты за щеку-то вышла, когда любил-то меня? Степана я тоже любила. Ты знаешь, зачем я приехала? Да. Да, страсти кипят. Кипят. Ну, Ниночка, ну, ты понимаешь, так сложилось. Считается, что женщина не может возглавлять наш бизнес. Я отказался возглавлять. Но они хотят Федьку, моего племеша. Бизнес принадлежит Степану. Ну, так. Пока Денис не готов, я могу им управлять. Ну, так просто. Ну, Федь, конечно, будет страшно. Не до... Да. Кстати, он сейчас вот звонил, силы вопрос закрыт. Чудесно. Да. Федьке найдешь какую-нибудь достойную работу? Да, естественно. Когда ты собираешься сообщить всем о своем решении? Торопишься. Угу. Хочу, чтобы нас оставили в покое. Хорошо. Хорошо. Да. А как ты собираешься поступить с Назаровым? Это как Денис решит. Че же решать-то? Он Степана убил, че решать-то? Вот именно. Ну? Мы сами с ним разберемся. Умоется кровавыми слезами. Хорошо. Правильно. Ну, не нуленько. Ну? За тебя. За тебя. Привет, Ева. А где Ольга? Добрый вечер, Виктор. Мне жаль, Ольги нет дома. Не понял? Ольга уехала, Виктор. Приехал ее муж. Муж? Да, Виктор. Отец ребенка. Ты не знаешь, куда она уехала? Мне жаль, Виктор, и она мне не сказала. Ясно, можешь идти. Ешь, Буцефал. Приехали. Куда? Вот. Это наш дом. Красивый? Нравится? И что у нас? Не будет никаких проблем теперь? Какие проблемы? Не будет никаких проблем. Дождемся сюда и заново начнем новую жизнь. М-м-м, кстати, сивой. Подарок тебе. Зоны класс. Спасибо, Нина Георгиевна. У нас на зоне лучше делали. Что приняли мы, приглашали, порадовали старика. С днем рождения, Виктор Павлович. Вы, как всегда, прекрасна, Нина Георгиевна. Прошу. Здравствуйте, Нина Георгиевна. Прошу. Наши упражнения. Здравствуйте. 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 Что будем пить? Водку. Водочку, прибор. Дорогие мои, сегодня ведь праздник не только у меня, но и у Ниночки. Вот как? Да. И что же она празднует? Мое благословение. Ниночка будет вести дела, которыми занимался Степан. Женщина на корабле, Виктор Павлович. Не просто женщина, а прекраснейшая женщина. А потом решение окончательное. Обжалованию не подлежит. Поэтому взяли бокалы и выпьем заминочку. Ну, вы как знаете, а я стоя. Согласен. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо. Ах, не приняли. Это как это понимать? Тише, Лапуль. Успокойся. Ну, ты же знаешь, нервы уже не те. Наплевать мне на твои нервы. А выпей, Валерианочка. Ты выпей. Успокойся только. Я тебе такой материал преподнесла. На блюдечке с голубой каемочкой. Ага. Оп. Офигенный материал. Загадочный убийца застрелил единственного свидетеля на глазах у иземленной публики прямо в здании суда из фотоаппарата. Лапуль, детский сад. Над нами смеяться будут. Детский сад. В глаза мне смотри. В глаза, я сказала. Я тебе когда-нибудь лажу подсовывала? Ну, не было. Ну, согласись, Лапуль, но все это очень странно. Фотоаппарат, убийца. Ты даже номер не запомнила. Ладно, номер машины я не запомнила. Зато регион запомнила. Отправляй меня в командировку, я привезу тебе имя убийцы. Ты даешь. Ты даешь. С 선생님 belangrijk. Марин, ты с ума сошла? Нет, Саша, это ты сошел с ума. Сколько еще человек, Саш, должно погибнуть, чтобы ты понял, наконец, что ты в этой гонке не выиграешь? Ну, зачем же все рушить? Ладно, мы с тобой. О детях ты подумала? А я только о детях и думаю. И не надо им беспокулировать. Мы с тобой разведемся. Твои бандиты будут знать, что ты мне не муж. Оставят нас в покое. Ладно, это не телефонный разговор. Давай, завтра приеду, поговорим. Ты условия знаешь, Саша. Принимай их или не возвращайся. Правда, Дмитя, вы удивительная женщина, тетя Нин. Правда, Дмитя, вы удивительная женщина, тетя Нин. Чего тебе? Разговор есть. Хороший у вас дом, Нина Георгиевна. Виски вкусные. Цветочки. Сами управляйтесь. Ты хотела поговорить? Нина Георгиевна, ваш муж уважаемый человек. И наши все вас уважают. Но есть одна маленькая проблема. С Седым мы разобрались. Но денег-то у нас нет. Их Ванька Назаров увел. А тебе-то что? Занимайся Седым. И им подобными. Тебя что, зарплату задержали? Смешно. Последние несколько лет я провел в экскурсии по ленинским местам. Так вот там я познакомился с интересными людьми. И многие из них стали моими друзьями. Да ты что? Поздравляю. Рада за тебя. У меня есть выход на человека, не последнего в афганском наркотрафике. Тема сладкая. Если замутить, бабла будет навалом. Вы только слово скажите. Наши меня поддержат, а я все организую. Мой муж был против наркотиков. И я против. Нина Георгиевна. Допивай. Допил. Спасибо. До свидания. До свидания. Дура. Сука. Аукнутся тебе твои понты. Аукнутся тебе твои понты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что вы на меня смотрите? Если вы намекаете на Ивана, это дохлый номер. Но почему? Дружки считают его мертвым. А тот он бац, является на суд. Мы их сделаем. Плохо вы его знаете. Он никого никогда не сдаст. Вы же братья. Убеди его. Как ты себе представляешь это? Я даже не знаю, где он. Давай засыпай, ласки закрывай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По-прежнему неизвестно, кто стрелял в Виктора Левашова, главного свидетеля на процессе, который прокуратура возбудила против преступного сообщества. Удивительно, но никто из присутствовавших в здании суда не слышал выстрела и не видел убийцу. Толпа отреагировала лишь на падение Левашова. ГУВД пока отказывается комментировать это событие. ГУВД пока не есть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok